Всем привет, моя зелёная банда, с вами FlutterGreen, и в общем-то, произошло то, чего я вообще не мог ожидать и не ожидал в принципе. Вышла новая часть «Почему я?». Этот комикс просто будет бесконечно выходить, мне почему-то так кажется. Но, по сути, я как бы выпустил свой последний видос, и люди написали там «О, давай быстрее, почему я вышел?». Я такой, в смысле? Начинаю гуглить и вижу, что новая часть вышла, и называется она «Принцесса Селестия». Ага, меня YouTube подписал от HouseLite, класс, классно работает. Ладно, давайте-ка смотрим. Почему я? А почему я? Я скучал за этой фразой. А почему же? О, боже, так неловко. Ну, правда в том, что я не выбираю ни одну из вас, потому что я уже занята. Что? Ким, дорогая, я никогда не видела тебя ни с кем. Я тоже, а я довольно часто летаю по садам. Да, ну, дело в том, что мы не все дни проводим вместе. Ну, вас тогда не было рядом, чтобы увидеть нас, особенно Dash. Ну, судя по времени, я думаю, что очень скоро все прояснится. Будет странно говорить об этом сейчас, особенно после всего, что произошло сегодня. Ну, конечно. Но это продолжается достаточно долго. В любом случае, рано или поздно, это должно было произойти. Вот черту возьми, почему она не появляется? Принцесса, ты солнце моей жизни. Вот почему я всегда буду рядом. Моего окна. Навсегда останешься в моей... О! А? Амм... Нет. Принцесса Селестия? Что вы здесь делаете? Эмм... Мои маленькие пони. Нет. Я здесь только для того, чтобы отругать Луну за то, что она не спустила Луну вовремя. И ты пришла искать меня в яблочной аллее, потому что... Эм... Я так же собиралась купить яблочные пироги. Замечательная отмаза. Это все ваши регалии, принцесса. А, ну... И почему у вас косички? Это... Эмм... Да. Да. Эм... Я... Пытаюсь выглядеть по-новому. Я хочу общаться с молодежью, поэтому я действую тотализатором своих кобылок. Пожалуйста, никогда больше так не говорите. Неужели ты считаешь нас дурами, сестра? Брось это, солнышко. Пора признаться. Ладно. Может кто-нибудь просто объяснит, что происходит? Ты уверен, что сейчас подходящий момент под солнышек? Да, пора им знать. Ну, вы все видите, мы... Давай скажем это вместе. Мы встречаемся. И трахаемся. О, то, что она сказала, было гораздо более уместно и тактично. О, да, конечно. Конечно тактично. Правда? Что? Этого не должно было быть. Ух ты. Хороший улов, Эпплджек. Вы двое делаете что? Видишь ли, моя верная ученица, когда две пони очень, очень любят друг друга. Нет, я знаю, что такое секс. Просто как? Как? Твайлайт? Я не думаю, что Эпплджек одобрит публичную демонстрацию прямо сейчас. Это может показаться дурным вкусом. Это не то, о чем я спросила. Какая еще демонстрация? Вы о чем? Вообще, я так понимаю, они хотели просто узнать, как у них вообще сошлось так, что они полюбили друг друга. Я понимаю, что дорогая Твайлайт имеет в виду. И мы все задаемся вопросом, как вы двое оказались парой. Это, по меньшей мере, неожиданно. Ах, это... С чего начать? Я думаю, с самого начала. Как вы, возможно, знаете, семья Эппл была одним из первоначальных кланов племени земных пони, еще до того, как образовалась секвестрия. И с тех пор, как я была жеребенком, я испытывала огромное уважение и восхищение чудесными ценностями и качествами, которые казались врожденными в них. Я хотела, чтобы как можно больше пони были такими, как они. Поэтому, когда мы с Луной достигли власти как магической, так и политической, я решила держать семью под своим метафорическим крылом. Я помогала им на протяжении многих лет стать важной частью нашего общества. Даже так? Половина городов и квестрии были основаны родственниками Эппла и имеют членство в их местном правительстве. Их честность и забота об обществе – вот причина, по которой у нас так мало коррупции. Погодите, правда? Разве это не игра фаворитов? Не бойтесь, моя помощь всегда была очень заслуженной и давалась только лучшим и самым трудолюбивым из каждого поколения. Вот почему я подарила прадедушке и прабабушке Эпплджек землю, которую они превратили в пони-виль. Ооо, даже так? Не так уж и о многом нам говорили. И это решительно менее романтично, чем то, что я надеялась и слышала. Да, между прочим, ее спросили о другом, как они вообще сошлись. Так что же, Анна, просто подношение от клана, чтобы сохранить вашу милость? Что-то вроде жертвоприношения девственницы в угоду богини? Ооо, вовсе нет. Но я понимаю, почему вы так думаете. Наверное, я слишком исторически и широко говорила о том, почему мне нравятся Эпплы. И еще меньше о том, почему мы вместе. Не лучше ли тебе объяснить это под солнышек? Конечно, не то чтобы импровизированный урок истории не оценили солнышка. Но я чувствую, что важно объяснить, как мы встретились. Блин, идеально просто называть ласково Селестью прям солнышко. Жесть. Сначала нужно прояснить некоторые сомнения. Да, я была лучшим выбором Селестии в этом поколении, чтобы дать копыта помощи. Но нет, я не жертва и не приношение. Семья Эппл на самом деле ничего не знает о спонсорстве Селестии. Но важно то, как мы сошлись. Теперь больше о том, как мне удалось получить шанс с этой большой старой милашкой. Все началось с того, что она предложила мне свою помощь. Она просто заскочила однажды утром и сказала мне, что уже некоторое время наблюдает за моими действиями и решила вознаградить меня. Она сказала, что по ее мнению я представляю все, что она хочет видеть в Эквестрии. Поэтому она предложила мне участок земли и помощь в создании собственного поселения. Учитывая, что ты все еще здесь, эй. Я, честно говоря, подумал о другом вознаграждении, ну ладно. Сказала ей, что для меня большая честь, что она считает меня достойной этого. Но пони вельмой дом, где живут все мои друзья, и что я не собираюсь переезжать из него в ближайшее время. Это был такой честный и милый ответ, что я решила, что она заслуживает только большего вознаграждения. Она предложила помочь ферме финансово. Или чтобы мы стали официальными поставщиками короны. И тем самым немного облегчить мои заботы на ферме. Хотите знать, что она мне сказала? Как гордая и честная пони, она сказала, спасибо за предложение, но нет. Я хочу, чтобы каждый кусочек, который я приношу к семейному столу, был заработан моим честным тяжелым трудом и потом. Если корона хочет, чтобы мы были главными поставщиками, то скорее всего это потому, что они не могут насытиться нашими сладкими пирогами, я думаю. О, я уверена, что она получает более чем достаточно твоего сладкого пирога. Тише ты, мои надежды вышли с этой версией истории. В то время, как Эпплы уже имеют какое-то политическое положение в некоторых небольших правительствах, я решила предложить ей то, чего у них нет – дворянский титул, чтобы дать ей власть в большем масштабе. Но она тоже отказалась. В тот момент я была в некотором отчаянии, я была полна решимости, что она была лучшим выбором для моего покровительства этому поколению. Но я была озадачена тем, что еще я могу предложить ей, поэтому я решила просто спросить ее. И я сказала ей, что постараюсь дать ей или сделать все, что она попросит. И как раз в тот момент, когда я думала, что больше не могу удивляться ее бесконечному альтруизму, эта маленькая, восхитительно очаровательная и самоотверженная пони посмотрела мне прямо в глаза и сказала, «Я думаю, если у меня есть шанс попросить что-нибудь, хочешь пойти со мной на свидание?» Отлично! Как это бескорыстно? Если вы не возражаете, я спрашиваю? Ну вот видишь, меня удивила такая просьба, и я спросила ее, не пытается ли она заполучить мое копыто в жены ради должности. И я сказала, что не прошу ничего подобного. Ничего подобного даже и быть не может. А если может, то это должно быть чем-то большим и публичным. Я хотела пригласить ее на приятное свидание, чтобы она хорошо провела время и отдохнула. А еще я сказала, что она очень редко распускает свою гриву. И я чувствовала, что ей нужен кто-то, кто дал бы ей повод позволить это и побаловать ее для разнообразия. Ах, вот это я и пришла сюда услышать! Честно говоря, я больше надеялась на «Я выбираю Рарити, она такая умная и красивая, и я люблю ее, но и учитывая все обстоятельства, это меня вполне удовлетворяет». В конце концов, я решила сказать «да», и с помощью особенно полезного артефакта нам удалось устроить тайное, секретное свидание, где я действительно фантастически провела время. Блин, слушайте, этот облик Луны прям... Прям круто она выглядит. Продолжение следует. Вот так вот начинается очередная глава, где она выбирает очередную поняху. Я думал, что концовок больше нету, а оказывается, что сделали еще одну альтернативную концовку. И я надеюсь, что вообще по всем поням сделают, потому что, ну ё-моё... Мне почему-то кажется, что этот пони-комикс будет выходить как «Когда пробуждаются демоны» или «Диагноз-сюрприз». Ладно, всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Fluttergreen. Всем удачи и всем пока-пока.